Центральная аллея ВДНХ. 25 тысяч квадратных метров. Три этажа вниз, четыре вверх. Сотни экспонатов, аналогов которым нет в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре, три, два, один, поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Атомы. Из них состоит весь мир. Открытость атомной отрасли – главное, что хотели показать создатели павильона. Даже архитектурная композиция с панорамным стеклянным фасадом прозрачная. В советское время о новейших достижениях в атомной науке можно было узнать в здании под номером 71 с названием «Атомная энергия». Но со временем экспозиция закрылась. В 2016 году было решено с нуля построить новый музей. Для нас, для «Росатома», для тех, кто строил этот павильон, создавал экспозицию, может быть, самый главный день этого года. Он главный, потому что здесь открывается то, о чём мы думали и мечтали много лет. Ну и, конечно же, сегодня важный день, потому что открывается выставка «Россия». Дорогие друзья, уважаемые гости, коллеги, товарищи, с праздником вас! С праздником открытия павильона! С праздником открытия выставки «Россия!» С праздником нашим общим Днём Народного Единства! От Калининграда до Петропавловска-Камчатского всего по стране больше 20 информационных центров атомной энергии. Главный теперь в Москве – павильон «Атом», где собраны все достижения отрасли. Это и уникальные экспонаты, и научно-просветительское пространство, где можно и лекцию послушать, и в мастер-классах поучаствовать. Для студентов в МИФе одного из опорных вузов «Русатома» первая лекция в новом конференц-зале. Рассказ и о сегодняшних задачах отрасли, и о её будущем проводит сам генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии. Если говорить про бизнес в странах, то их где-то около 60. Ну, я имею в виду поставки изотопов тех же, топлива, строительство исследовательского реактора. Если говорить про стройки, особенно стройки энергетических объектов, то это 10 стран. Очень впечатляющая история в Турции. Мы должны получить первое электричество на первом блоке в следующем году. И ведём с турками разговор о, возможно, ещё одной площадке ещё четырёх блоков. Четыре блока в Египте. В Индии два блока в промышленном производстве. Два в высокой степени готовности. Два в развороте всего в шесть. В Китае четыре блока работают. У нас останется и Тиньвань. Два ещё строим на Тиньване. И два строим на площадке Сюдапу. Огромные экраны, несколько сенсорных панелей. Это интерактивная планета Росатом. Выбираем регион. К примеру, Турция. Появляется информация о стране. О том, сколько людей проживает. Сколько электроэнергии потребляет. Общая площадь. И о том, как строится атомная станция Акуя. В общем, на карте всего 66 точек. Такие композиции здесь повсюду. Среди них и эволюция со сферическим дисплеем, светодиодными цветами и роботами-манипуляторами. Экспонат в 2020-м выставлялся в рамках Дубай-экспо. Радиационные технологии на жидкокристаллическом сенсорном дисплее очень просто и наглядно показывается сложный процесс использования ионизирующего излучения для обеззараживания продуктов. Всего в Атоме 28 уникальных интерактивов. Я думала, что будет такой маленький музей, такой экспонатик, а тут сделаны прям масштабные вещи, скажем так. И я надеюсь, что я еще сейчас пойду по музею, посмотрю, все узнаю. И мне кажется, это будет очень классно. Я говорю от всех студентов, которые приехали сюда. Павильон Атом был выполнен по новым технологиям. И это заметно здесь. Тот, кто хочет посетить, советуем всех. Само здание по сложности сооружения можно сравнить с возведением атомной станции. Строили павильон не снизу вверх, как обычно, а сверху вниз. И стоит он не на земле, а в буквальном смысле на воде. Мы попали в русло реки Каменки. Еще сто лет назад тут ходили корабли. Мы когда этот квадрат построили, он всплыл на 7 сантиметров. То есть реально, представляете, вот это здание начало всплывать. Потому что там вода под давлением. Но спасибо строителям, спасибо метростроителям, которые пришли на помощь. Я вообще, знаете, как говорю, я говорю, что архитекторы придумали идею, строители совершили подвиг, создав это здание. А потом мы уже подошли и вложили в него душу. У нас была цель, чтобы это было интересно самым разным аудиториям. И ветеранам, и людям среднего возраста. Но, конечно, главная наша целевая аудитория – это молодежь. Минус третий этаж. С него начинается история отрасли. О том, как создавался советский атомный проект. О судьбах людей, которые работали над прорывными технологиями. Об атомной гонке двух держав – СССР и США. О том, как и чем жили люди в то время, что читали, слушали, смотрели. По насыщенности, наполненности, иммерсивности и такой, знаете, атмосферности и погружению в различные эпохи наш музей, наш павильон, выставочный центр может считаться одним из лучших по праву в мире. Еще выше экспозиция «Время мечтать» – эпоха, когда проектировались самые необычные разработки. Ядерный дирижабль с бассейном и кинотеатром, автомобили с атомным двигателем и даже подземная лодка. Что-то, конечно, так и осталось только на бумаге. Но есть и серьезные проекты, которые востребованы до сих пор. Например, при освоении северных широт. В составе атомного ледокольного флота России, кстати, единственного в мире, шесть действующих атомоходов. И этот капитанский мостик такой же, как на первом советском ледоколе. И морская качка здесь есть. Ученые из Санкт-Петербурга разработали специальное оборудование, чтобы создать такой эффект. И можно даже попробовать, каково это – управлять настоящим атомным ледоколом. Сегодняшний день отрасли. Современная атомная промышленность на первом этаже. Этот экспонат – один из самых ярких и музыкальных. Атомная симфония – это копия реактора ВВР-1200 поколения 3+. Самого успешного и тиражируемого атомного реактора российского дизайна во всем мире. Именно такие сейчас строятся в Турции, Египте и Бангладеш. Название раскрывает главное. Системы атомной станции всегда настроены настолько четко, что ее работу можно сравнить с выступлением симфонического оркестра. А вот что такое электрический разряд, как ускоряются частицы и как выглядит колыбель Ньютона – это особое пространство в музее – атомариум. Увидеть, как происходят различные физические процессы и явления, а еще провести эксперименты на таком же оборудовании, как и в настоящих научно-исследовательских центрах. У нас есть высокотехнологичные установки, например, атомный сканирующий микроскоп, авакуумный магнетронный напылитель. То есть те установки, которые позволяют проводить полноценные научные исследования. Но помимо этого у нас еще есть оптические микроскопы, наборы для проведения занятий по физике, по химии, для опытов. История, теория и практика – все в одном павильоне. До окончания выставки форума «Россия» вход бесплатный. На лифте времени можно спуститься, чтобы посмотреть на знаменитую «Царь-бомбу» или подняться в конференц-зал, чтобы побывать на лекции. Технические возможности атома позволяют и онлайн узнать о главных направлениях развития отрасли. Именно в таком формате Алексея Лихачева слушали будущие атомщики из 14 российских городов. Даже задали вопросы. Реально ли в обозримые сроки поставка по ТЭС за рубеж? Мы сейчас примерно с пятью странами ведем переговоры о размещении там плавучих атомных электростанций. Причем мощность одной боржи может быть от 110 до 200 мегаватт. Так что давайте готовьтесь, что поедете и строить или эксплуатировать. В госкорпорации говорят, к 2030 году атомной отрасли понадобится еще около 300 тысяч сотрудников. Из них 100 тысяч для новых бизнес-направлений. Павильон Атом – это как раз такая интерактивная площадка, где можно будет узнать не только о проектах будущего, подобных прорыву с реактором на быстрых нейтронах или строительству АЭС малой мощности, но и понять, какие профессии в отрасли будут наиболее востребованы уже в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин